Друзья, всем привет! Когда память не что, а коммерция все, Чемкенте кондукторша отчитала ветерана войны только лишь за то, что он не смог оплатить за свой проезд. И это несмотря на то, что он показал свое удостоверение, но тут еще реакция важна попутчиков, они в основном промолчали, они не урезонили эту кондукторшу, не усовестили ее. Вот такая у нас память о наших ветеранах. А вот как передает сайт Уральской недели, в Аксае местные жители требуют перенести за город асфальтовый завод. Вообще эпопея жителей Аксае еще идет с 90-х годов, их постоянно чем-нибудь дотравят и то какими-то газами. Ну в этот раз тут присовокупилось, в том числе и вот эти асфальтовые заводы. Куда вообще смотрит власть? Я понимаю жителей, которые все это время не пытаются как-то протестовать, потому что сам город Аксае является градообразующим, и все почти там работают именно в нефтянке, в газовой сфере. Аксае – город газовиков. Для многих его жителей легендарное Карачаганакское месторождение стало жизнью, судьбой и надеждой. История города – это биографии нескольких поколений тружеников, чьим трудом строился город. А что на сегодня, по истечении 25 лет, изменилось к лучшему в жизни города, горожан и окружающей его среды? К сожалению, не все так радужно, как того заслуживают город и его жители. Массированные выбросы в окружающую среду отходов с асфальтобетонных заводов, просто напрямую идут выбросы. Это считается, что очень пагубно влияет на здоровье людей, не только лежащих офисных работников, это влияет на жителей города Аксае. То есть сейчас я как эколог говорю, что они пересекли ту черту, то есть они нам лишают права на чистый воздух. Право, я говорю, людей у нас немного остается, у простых людей остается немного. Это вот право на чистую воду, право на чистый воздух, право возделывать землю и получать от нее, как говорится, березно относиться к земле и получать ответственно от нее дары. А вот министр экономики посоветовал нам, казахстанцам, привыкать к курсовой лихорадке доллара. Ну, в принципе, он что, открыл Америку? Мы уже и так давным-давно привыкли, и почему мы должны привыкать? К этой вещи вообще невозможно привыкнуть. Если мы говорим о том, что у нас постоянно лихорадит на валютном рынке, наверное, это просто нужно обратить внимание на то, что у нас нету реальной экономики, не работают заводы, фабрики. У нас почти все стоит. Мы живем за счет ресурсов, и нить впадает, доллар дорожает. Какие-то санкции пошли, доллар дорожает. Вот и все, вот и вся и экономика. Как сообщает сайт НуртКЗ, родители, чьи дети пойдут в седьмой класс в этом году, не хотят, чтобы они учились по учебникам русского языка, вновь введенных. Они считают, что если дети будут воспитываться на таких учебниках, то завтра страна действительно погрузится в страну Бурата. Вы, надеюсь, знаете, кто это такой, который снял фильм о Казахстане, и который не понравился прежде всего нашим властям. Но так или иначе образование мельчает, и если родители сбунтовались, то, наверное, это не зря. И вот один из текстов из этого учебника. Вот, к примеру, кого боится таракан? Таракан боится мышку, мышка боится кошку, кошка боится собаку, а собака боится папу, а папа боится маму, а мама тараканов. Ну, одним словом, я так понял, какие учебники такой и министр, к сожалению. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте комментарии, будет интересно почитать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok